Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы события. Главные за неделю расскажут наши корреспонденты и я, Виктория Шаре. Коротко об основных темах. Качество работ по очистке ливневой канализации и откачке талых вод с улиц Самары проверила глава города Елена Лапушкина. Она проехала по тем адресам, о которых жители писали в социальных сетях. В Красноглинском районе Самары проверили пункты временного размещения людей на случай паводка. Представители отдела гражданской защиты при администрации провели для сотрудников инструктаж. За две недели марта профильным службам города удалось восстановить более 5000 квадратных метров дорожного покрытия. В Самаре продолжается аварийный ямочный ремонт. В Самаре идет строительство детского сада на 240 мест в промышленном районе и бассейны на улице Калининградской. Ход работы оценила глава города Елена Лапушкина. Восстановить порванные страницы, сшить распавшиеся тетради, отремонтировать обложку. В областной библиотеке проводят мастер-классы по ремонту книг для всех желающих. Глава Самары Елена Лапушкина проконтролировала качество работ по очистке ливневой канализации и откачке талых вод с улиц Самары. Мэр проверил адреса, о которых жители писали в социальных сетях. В основном подтопляемые участки находятся в Кировском, Куйбышевском и Советском районах города. Об итогах объезда расскажем в нашем материале. Свой объезд по адресам, о которых жители писали в социальных сетях, глава Самары Елена Лапушкина начала с поселка Зубчининовка. Здесь образовались большие лужи. Усложняет ситуацию отсутствия ливневой канализации. На некоторых участках регулярно работают бойлеры, откачивая воду. А на пересечении Литвиновой и Магистральной в ближайшие годы ливневая канализация будет запроектирована. А пока есть другое решение, которое позволит убрать воду с дороги. Там дренажная большая яма. Вот чтобы лужа вот эта вся вон там ходила, там перепуск сделала дренажная яма. Она заедлась, я надо просто вычистить, экскаватор вообще подсыпать, дренажная. Ну, я имею в виду на дно. Вода уйдет. На пересечении Гвардейской и Путейской лужи, а при минусовых температурах налить, образовались из-за утечки на водопроводе, который случился еще в январе. Глава Самары поручила управляющей компании, обслуживающей район, привести участок в порядок, а затем выставить счет за работу ресурсоснабжающей организации, которая вовремя не устранила последствия порыва. Такое серьезное замечание, которое сегодня по итогам объезда будет сформулировано, и будут даны поручения, это, конечно, работа в тех дворах и на тех территориях, где были утечки ресурсоснабжающих организаций. И с этим надо справляться. И справляться не только управляющими компаниями, но и, конечно, и силами ресурсоснабжающих организаций. На улице Артемовской проблему накопления воды решат небольшим конструктивным изменением. Уровень дороги изменят так, чтобы вода стекала к ближайшему дождеприемному колодцу. А прилегающую территорию могут благоустроить в рамках проекта содействия, проложив удобные пешеходные дорожки для жителей и учеников из соседней школы. Мы предлагаем здесь сделать вот так вот тротуар, который соединял, чтобы дети могли выходить и могли переходить сюда в покое. А вот эти машины куда возьмут? А эта машина пусть останется. Вот мы им сделали здесь карман, и пусть он будет. А здесь будут люди ходить. На фасадной вода скапливается в специальных каналах вдоль дорог. Но из-за того, что промерзшая земля не может впитывать в себя влагу, в этих каналах тоже скапливается много талой воды. Здесь работают бойлеры, которые откачивают воду ежедневно. Одна машина полностью наполняется водой за 25-30 минут. За смену машина делает несколько десятков рейсов. Сейчас наша основная задача в Кировском районе, в Куевском районе, немного в Советском районе, конечно, откачивать воду, чтобы была возможность комфортно передвигаться по улицам. Весенние сезонные работы выполняют комплексно. В городе работают не только бойлеры, которые откачивают воду. Также продолжается промывка ливневок и вывоз снега, чтобы оставленные сугробы при плюсовых температурах не добавляли воды на дороги и тротуары. Откачка в этом за последние сутки 2800 кубов произошла. То есть это очень большие объемы на самом деле. В предыдущие годы такого не было. При этом мы практически сейчас удерживаем вывозку снега на том объеме, как будто мы работали в зиму. То есть за сегодняшнюю ночь вывезли 4800 кубов. По результатам объезда глава Самары дала дополнительные поручения по приведению в порядок дорог и дворов города. Контрольные объезды продолжатся и в других районах. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. В Красноглинском районе Самары проверили пункты временного размещения людей на случай паводка. Представители отдела гражданской защиты при администрации провели для сотрудников инструктаж. Сколько человек могут разместиться на таких площадках, узнал Михаил Ермоленко. В Красноглинском районе Самары находятся 8 пунктов временного размещения для людей на случай чрезвычайных ситуаций. Часть из них предназначены для помощи пострадавшим во время весеннего половодия. Как правило, площадки организовывают на участках, не подверженных подтоплению. В начале сезона, когда талая вода поднимает уровень реки и озер, в зоне повышенного внимания жилые массивы. У нас особо опасные участки. Это у нас в районе 41-го километра поселка Красная Глинка. Это Пискалинский взвоз, село Задельное частично. Что еще? Поселок Волжский. У нас имеются коттеджные поселки, где тоже частично возможно подтопление. Один из пунктов временного размещения находится в школе-интернате номер один поселка Южный. Он способен принять около 200 человек – взрослых и детей. Здесь для пострадавших организована квалифицированная медицинская помощь, спальные места, трехразовое питание. В начале весеннего сезона сотрудники администрации Красноглинского района проверяют готовность ПВР, а также проводят инструктаж среди персонала. Напоминают о правилах размещения и многом другом. Документации посмотрели и расположение вообще пунктов, групп наших, как правильно расположить в нашем учреждении. Я считаю, что это и нужно делать, потому что ситуаций много в жизни бывает, тем более таких сложных ситуаций, и надо, чтобы мы были готовы к этому. Ранняя весна и высокие для марта температуры привели к половодью по всей России. В Поволжье и на Урале снег тает очень быстро, из-за чего реки выходят из берегов. В Самарской области в результате обильного таяния снега подтоплены 46 приусадебных участков, 3 низководных моста и 1 участок автодороги. Главное управление МЧС России по региону ежедневно мониторит паводковую обстановку. В Оренбургской области в двух районах вода поднялась уже до 6 метров. 6 человек там были эвакуированы из трех домов. А в Волгоградской области в селе Сидора из подтопленных домов эвакуировано уже более полутора десятков человек. Из берегов вышла река Тишанка. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События. За две недели марта профильным службам города удалось восстановить более 5000 квадратных метров дорожного покрытия. В Самаре продолжается аварийный ямочный ремонт. Он стартовал еще 16 февраля. Какие проблемные участки удалось обновить и как погода влияет на успех ремонта, узнал Михаил Ермоленко. До наступления стабильной положительной среднесуточной температуры и полноценного обновления самарских дорог в городе продолжается аварийный ямочный ремонт. Условия благоприятные, поэтому профильные службы трудятся активнее. Сейчас в Самаре задействуют четыре установки для укладки литого асфальтобетона. Весь процесс не вызывает трудностей, отмечают специалисты. Вначале, исходя из ГОСТов, оценивают величину разрушения дорожного покрытия. Затем рабочие обрезают ямы по краям, придают правильную геометрическую форму. После участок прометают и продувают, чтобы убрать мусор, а также обязательно просушивают. Уже после укладывают литую асфальтобетонную смесь. Для того, чтобы она застыла, требуется в среднем два часа. Главное, чтобы сразу после восстановления покрытия по обновленному участку дороги не проезжали автомобили. Конусами ограждают, чтобы машины не наезжали. Потому что по горячим, когда они наезжают, они выдавливают ямы. Поэтому приходится ограждаться конусами знакомыми. Бригада охватывает все районы города. Особое внимание сейчас уделяют поселку Зубчининовка. Значительный объем задач выполнили в Куйбышевском районе. Улица Уральская, главное – шоссейная. Меньше всего разрушений зафиксировали в Самарском районе. Но и здесь организован поддерживающий ремонт дорог. В настоящий момент из запланированных 9500 квадратных метров сделано 5380. Работы сейчас идут практически круглосуточно. С учетом перерывов на период выпадения осадков. Но ближайшие дни осадки не обещают. Поэтому эта погода позволяет нарастить темпы по ремонту асфальта. Аварийный ямочный ремонт позволяет точечно восстановить дорожное покрытие после зимы. Начиная с 16 февраля в Самаре отработали и участки, о которых сообщали жители, в том числе в соцсетях. Улицы Пензенскую, Дачную, Коммунистическую, Солнечную и другие. Сегодня специалисты дорожного хозяйства трудились на улице Клинической. Михаил Ермоленко, Сергей Баскин. События. В Самаре идет строительство детского сада на 240 мест в промышленном районе и бассейна на улице Калининградской. Объекты проверила глава Самары Елена Лапушкина. Она пообщалась с подрядчиками о текущих задачах и соблюдении графика работ. Оба объекта должны сдать в эксплуатацию в этом году. Подробности в нашем сюжете. Просторный, комфортный, современный. Именно таким получится детский сад, который возводят у дома номер 120 по улице Старозагора. Обещают подрядчики. Работы ведутся по нацпроекту «Демография». Новое дошкольное учреждение примет 240 детей, в том числе 80 ясельного возраста. Уже выполнены работы по устройству фундамента и оснований, несущих конструкций и наружных кирпичных стен. Основные силы задействованы на внутренних работах. Когда позволит погода, начнется и внешнее благоустройство, и монтаж игровых площадок. Все обещанные подрядчикам работы ведутся. Увеличено количество людей на этой стройке. Уже приступают к отделочным работам. Сейчас проверили график. Они совершенно точно идут в графику, а по некоторым позициям даже сопережение. Идет и строительство бассейна в Куйбышевском районе. Здесь также закончили фундамент. Подведение наружных коммуникаций завершают устройство внешних стен. В некоторых комнатах началась и внутренняя отделка. А главный элемент здания – бассейн с шестью плавательными дорожками – пока ожидает своей очереди. Для его устройства нужно завершить подготовительные работы. На сегодняшний день идут подготовительные работы к обустройству самой чаши бассейна. Через две недели мы приступим к гидроизоляции. Ну и далее уже к отделочным работам. Торопиться с этим делом мы сильно не будем, потому что это достаточно серьезный конструктив. К июню месяцу будем готовы заливать воду. Готовность и бассейны и детского сада около 40%. Сдать в эксплуатацию оба учреждения должны осенью 2023 года. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Россия заняла второе место в общем объеме турпотоков Таиланд по итогам прошлого месяца. На популярный курорт Паттайю улететь можно напрямую из Самары. Также впервые появились прямые рейсы из Курумыча на Шри-Ланку. А вот спрос на Турцию упал. Эксперты связывают это с прошедшими землетрясениями и опасениями туристов. Подробности расскажет Светлана Кудрявцева. Путешествия на Шри-Ланку могут стать хитом весеннелетнего сезона у самарцев. Улететь на зеленый остров в Южной Азии, окруженный океаном, можно напрямую из Курумыча. Операторы в этом году поставили рейс Самара-Колумба. Если раньше туристы пересаживались в Москве либо в Дубае, и перелет растягивался на время стыковки, плюс необходимость приземляться, багаж, забирать регистрацию на новый рейс, то сейчас это прямой перелет, примерно 8 часов, и вы на месте. И эти рейсы пользуются популярностью, несмотря на то, что они не очень дешевые, где-то 150 тысяч за двоих на 9 ночей. Но, тем не менее, возможность увидеть одну из самых экзотичных стран, причем та страна, которая довольно дружелюбна к туристам. Там очень комфортно, и пляжи, есть и экскурсионные программы насыщенные. Также напрямую из Самары можно улететь в Паттайю, на курорт юго-востока Таиланда. Как и отдых на острове Шри-Ланка обойдется недешево, но туристов это не останавливает. Ходит бронирование, и довольный турист возвращается, потому что прямой перелет. Цены, конечно, не радуют, потому как они по сравнению с прошлыми годами завышены значительно. Но туристы бронируют, и хочу заметить, что именно весенний период горящих туров лучше не ждать, поскольку вылетов не так много, и горящие туры становятся дороже, вместо того, чтобы быть меньше по стоимости. А вот туры в Турцию, которые всегда были популярны у самарцев в весенний-летний период, сейчас не пользуются спросом, рассказывают эксперты туристической отрасли. Это связывают с землетрясениями, которые унесли в стране почти 48 тысяч жизней. Путешественники пока опасаются бронировать туры, как в Стамбул, так и на известные турецкие курорты. Февраль традиционно был лидером продаж, и мы продавали Турцию на все лето вперед, и даже до сентября, до октября. Сейчас тенденция этого года, ну, на мой взгляд, это связано с землетрясениями, это то, что люди пока ждут. Эксперты разъясняют, что землетрясения не являются страховыми случаями, и возмещать деньги за испорченный отдых страховые компании не будут. Со страховыми компаниями мы общались, у них позиция такая, что если землетрясение напрямую не повлияло на тур, то есть, например, что инфраструктура аэропорта повредилась, и рейсы невозможно совершить, отель, возможно, там пострадал. Хотя с отелем, скорее всего, просто найдут операторы замену. Больше упор делали на то, что технически нет возможности поехать в страну. С учетом того, что до начала сезона еще много времени, и инфраструктура туристическая не пострадала, потому что эти регионы были восточные, и это достаточно далеко от курортов, то, в принципе, нет оснований отказываться от туров, потому что операторы эти туры продолжают осуществлять, и, соответственно, туристы, только если сами очень сильно переживают, они могут перенести дату поездки, либо отказаться с какими-то удержаниями, но страховым случаем землетрясения в данном случае являться не будет. Более того, на лето туроператоры ожидают дополнительные авиарейсы в Турцию, что, возможно, снизят стоимость туров. Не только наши чартеры, но и турецкие авиаперевозчики будут в игре, и поэтому, возможно, будут какие-либо конкурентные снижения цены именно в Турцию. По поводу весенней Турции поставили и мартовские вылеты из Самары, и апрельские вылеты. Желающих пока немного, но цены хорошие. Вот для весны отличные цены. А вот если сейчас смотреть прайс на июнь-июль по Турции, то цена, конечно, в районе 50 тысяч на человека – это много. Для любителей ближнего зарубежья есть прямые туры из Самары в Баку и Ереван. Цена выше, чем в прошлом году – 70-80 тысяч на двоих, на 5-7 ночей. Однако эти страны пользуются все большим спросом у самарцев. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков, Николай Епифанов. События. Какое молоко подать кофе – растительное или коровье? Этот вопрос сейчас звучит в любом кафе. Растительное молоко можно встретить в каждом магазине. Ореховое, кокосовое, соевое – его предпочитают сторонники правильного питания. Но так ли оно полезно, выяснила Александра Гусева. Многие люди уверены, что секрет долголетия, крепкого здоровья и красивой фигуры кроется именно в питании. Те, кто следят за своим рационом, нередко прибегают к такому мнению, что продукты растительного происхождения намного полезнее, чем животного. Изменение предпочтений в рационе можно проследить на примере знакомого всем продукта – молока. По утверждению социологов, интерес к традиционному пастерилизованному молоку в последние годы снизился как в Самаре, так и по всей России. Но это не значит, что люди совсем отказываются от этого продукта. Они его заменяют. Растительные напитки из сои, овса, миндаля, кокоса становятся все более популярными. Выбирают их по разным причинам. Одни страдают от неприносимости лактозы, другие используют растительный аналог во время религиозного поста. Но чаще всего альтернативное молоко пьют те, кто хочет похудеть или просто поддержать свою физическую форму. Стоит отметить, эксперты не считают растительный аналог хорошей заменой привычному молоку. Если мы говорим о коровьем молоке, то коровье молоко, белок коровьего молока содержит все незаменимые аминокислоты. То есть это белок полноценный. К сожалению, растительное молоко этим похвастаться не может. Также надо смотреть на количество углеводов. Обычно углеводов в растительном молоке значительно больше, чем в коровьем. Конечно, во всех этих напитках содержится растительный белок. Но заменить животное он может только отчасти. Некоторые виды растительных аналогов молока в несколько раз жирнее традиционного. Кокосовый напиток обладает жирностью 24%, тогда как пастеризованное коровье молоко чаще всего 2,5 или 3,6. Кроме того, самые популярные растительные напитки изготавливаются из орехов, а это один из сильнейших аллергенов. Особое внимание следует уделить составу. Там нередко встречаются вредные пищевые добавки. Нужно обратить на количество углеводов. Конечно, в идеале их не должно быть больше 4 грамм. Нужно обратить, чтобы не было сахара в составе такого молока. Естественно, жирность. Напитки сои, кокоса и орехов – это неплохая альтернатива молоку для людей с неприносимостью молочного белка или лактозы, а также для веганов. Остальным нет смысла полностью исключать из рациона привычное молоко. Но если вам нравится вкус, запах, текстура этого продукта, то его можно употреблять дополнительно. Содержащиеся в этих продуктах витамины группы В благотворно влияют на нервную систему. Пить такие напитки полезны при бессоннице, стрессе и хронической усталости. Главное, чтобы они были натуральными и без добавления сахара. Если отказ от привычного молока был вызван желанием избавиться от лишнего веса, тактика неверная. Чтобы похудеть на пару килограммов, вовсе не обязательно отказываться от каких-либо продуктов. По словам спортсменов, самочувствие и физическая форма могут быть совершенны лишь в том случае, если организм не испытывает стресс. Чтобы составить рацион без лишних заморочек, можно использовать метод тарелки, так называемый. Есть метод гарвардской тарелки, когда мы условно нашу тарелку, вообще весь наш дневной рацион делим на какие-то части. И в определенных пропорциях у нас там присутствует белок. Это четверть тарелки занимает белок, половина тарелки занимают овощи, фрукты. И еще четверть тарелки у нас занимают углеводы. Отдельно взятые продукты не могут совершить чудо с нашим организмом. Открывайте для себя новые вкусы и сочетания в еде. Это повышает настроение и придает сил, чтобы активно прожить новый день. Александра Гусева, Константин Головин. События. Восстановить порванные страницы, шесть рассыпавшиеся тетради, отремонтировать обложку. В областной библиотеке знают, как дать вторую жизнь печатному изданию и готовы делиться навыками со всеми желающими. Подробности в нашем сюжете. У нас есть книга. Исходя из первичного осмотра, мы зафиксировали оторванный блок, потерянную тетрадь и выпавшие листы. Для этого нам нужно пришить утерянную тетрадь, приклеить к ней листы и впоследствии приклеить картонную сторонку. Библиотекарь Ника Илларионова работает в секторе реставрации и консервации фондов в областной библиотеке. Приходится иметь дело с редкими старинными изданиями. Время к ним беспощадно, чего не скажешь о сотрудниках библиотеки. Они бережно восстанавливают обветшавшие страницы, сшивают рассыпавшиеся экземпляры, ремонтируют обложку. В ход идут пресс, крафтовая бумага, утюг, а порой и химические реагенты. И если издания советской эпохи можно отреставрировать за несколько дней, то на восстановление старинных книг у сотрудников уходят месяцы. Самое древнее издание, которое удалось привести в порядок – псалтырь 15 века. Были утрачены как раз-таки тетради, были утрачены части листа и повышенная кислотность листов. Были промыты листы, были восстановлены листы. К слову, они были не белого цвета, то есть они изначально были зеленоватого оттенка. Поэтому бумажная масса была подобрана такого оттенка, чтобы он совпадал с оттенком книги. Несмотря на появление электронных книг и возможности прочесть любое произведение в интернете, в Самаре немало тех, кто хранит домашние коллекции книг. Зачастую издание требует ремонта. Чтобы помочь любителям печатных строков восстановить любимые экземпляры, в областной библиотеке запустили серию мастер-классов для всех желающих. Житель Самары Владимир Парфёнов работает на авиапромышленном предприятии. Говорит, в домашней библиотеке немало тематических книг, которые нуждаются в починке. Одну из них он и принес на мастер-класс, чтобы отремонтировать. Я работаю с техникой. У меня это суть книги по технике. Ну и книги по географии, по истории тоже мне интересны. Ну и вся моя работа связана с техникой, с авиацией, авиацией, космонавтикой. Меня это очень интересует. Недавно книжку интересную приобрел. Старая книга по истории искусств. Она старая, дореволюционная. У неё оторван корешок. Хотелось бы отреставрировать профессионально. Ну кто это может, как не специалист в библиотеке, об этом рассказать? До конца весны в областной библиотеке пройдёт ещё несколько мастер-классов по ремонту книг. На них покажут, как приклеить выпавшие листы из книги в мягком переплёте и дать ей вторую жизнь. Как шить тетради, из которых состоит издание, и восстановить переплётную крышку. Виктория Шарая, Игорь Казановский. События. Окружающий мир глазами художника. В Самарском доме журналиста открылась выставка Ольги Мельниковой. На вернисаже побывала Александра Гусева. Здесь живописные картины и текстурные гобелены слились воедино. В Самарском доме журналиста открылась выставка работ художницы Ольги Мельниковой. Букеты полевых цветов, горы, городские пейзажи. Каждое произведение, представленное в экспозиции «Мой окружающий мир», пропитано любовью к родному краю, эмоциями и душевным теплом. Особенно это хорошо чувствуется в красочном гобелене «Городские встречи». Это работа «Городские встречи». Это про то, что когда летом гуляешь по Самаре, можно заглянуть во дворики, увидеть, что там какой-то определенный свой быт интересный, который совершенно не кажется городским. И в то же время у нас замечательная набережная, Жигулевские горы. И здесь хотелось все соединить, как в одном таком городе может быть такая необычная природа и такой интересный сам город. В этой работе зрители могут рассмотреть не только известные городские достопримечательности, но и общее настроение города, стоящего на Великой русской реке Волге. Художница Ольга Мельникова стремится создавать яркие полотна и уютные гобелены, несущие в первую очередь радостные и теплые эмоции зрителю. Я всегда знаю, что если я иду к Коле на выставку, то точно там будет море, солнышко, красок. Если мне не хватает этих впечатлений в жизни, я знаю, что нужно к Коле заглянуть. Я точно приду и увижу. И впечатление всегда радостное. Живописи ткачества дополняют друг друга, помогая раскрыть основную задумку художника. Для создания гобелена требуется много времени – от пары дней до нескольких месяцев. Также важны усидчивость, внимательность и умение сохранить настроение и мысль до самого завершения работы. Живописи – это попытка поймать в моменте состояния изменчивой природы. Ольга Мельникова умело владеет и краской, и нитью, что помогает ей с особой точностью передавать красоту родных мест. На экспозиции представлено 16 работ. Это и небольшие художественные пленеры, и масштабные гобелены. Ольга Мельникова – замечательный, молодой, самобытный художник, который уже не первый раз предлагает свои работы, выставляет в Доме журналистов. Это уже третья по счету выставка. И мы наблюдаем рост, ее творческий рост, видим развитие и каждый раз радуемся ее работам. Посетить выставку, получить новые впечатления и эмоции можно до конца марта. Александра Гусева, Николай Сидоров. События. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и отличных выходных! Субтитры создавал DimaTorzok